Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Напомню, что в пятницу Джером Пуэлл подтвердил готовность американского регулятора бороться с инфляцией. Речь не только об очередном агрессивном повышении ключевой процентной ставки в сентябре, но и о длительном ее удержании на высоком уровне. В следующие несколько часов после выступления с речью главы Федрезерва, мы наблюдали общее укрепление доллара США по всему спектру рынка. К тому же произошла массовая распродажа американских фондовых индексов, золота и криптовалют. Но к открытию европейской торговой сессии в понедельник волатильность торгов снизилась. Продолжая говорить о золоте, криптовалютах и фондовых индексах США, бросается в глаза тот факт, что минимумы текущего года еще не достигнуты, и уж тем более не обновлены. При этом экономическая ситуация продолжает ухудшаться, при стремительном увеличении вероятности агрессивного ужесточения монетарной политики Федрезервом. Учитывая все это, медвежий сценарий для отмеченных рынков остается в приоритете. Смещаясь на валютный рынок, обращу внимание на то, что сегодня в Британии так называемые банковские каникулы. Поэтому торговая активность фунт стерлингом может снизиться, даже в паре с долларом США. Обратите внимание на явное ослабление покупателей индекса доллара США, даже несмотря на прорыв технического уровня сопротивления 109,00. Учитывая все это, для дальнейшего ослабления валютной пары фунт-доллар, необходим дополнительный драйвер роста для доллара США или же ослабление для британской валюты. Так как новостной фон пуст, есть риск значительного снижения волатильности после пятничных распродаж. А теперь перейдем к рынку драгметаллов. Золото получило невероятно сильный медвежий фундаментальный фактор, который способен значительно изменить ситуацию. Напомню, что ключевой поддержкой для покупателей остается диапазон 1680-1700 долларов. Эта область удерживает продавцов с апреля 2020 года. Прорыв отмеченной поддержки подтвердит серьезность намерений продавцов продолжить снижение. По сути, это может стать подтверждением глобальной смены настроений на этом рынке, вернув золото в область 1400-1550 долларов за унцию. Аналогичная ситуация и на рынке криптовалют. Биткоин обвалился ниже 20 тысяч, а эфир приблизился к отметке в 1400 долларов. Но ни один из лидеров рынка криптовалют еще не обновил минимумы текущего года. При этом, настроения остаются медвежьими. Напомню, что до включения печатного станка в США на максимальную мощность в 2020 году, биткоин торговался ниже 12 тысяч. Сейчас же, Федрезерв изымает эти деньги из экономики достаточно высокими темпами. Как следствие, есть риск дальнейшего ослабления криптовалют. Ближайшее повышение ключевой процентной ставки ФРС США запланировано на 21 сентября. Не исключаю, что до этой даты можем увидеть очередной минимум для биткоина. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.